Мира была похожа на сказку переезд из России в Америку в 9 лет, в 12 уже собственных агентов, 17 победа на Уимблдоне. Мария Шарапова моментально стала брендом. Большой бизнес любит большие победы в сочетании с красотой. Теннисистка, лицо швейцарских часов, роскошных автомобилей и спортивной марки Nike. В журнале Forbes на первой строчке самых состоятельных спортсменок мира. Как узнали вчера журналисты, этот статус ей стоил очень дорого. Когда я собрала вас здесь, вы подумали, что я сообщу о своем уходе из спорта, но я точно сделала бы это не в Лос-Анджелесском отеле с такими ужасными коврами. Она призналась, во всем виновата сама. Уже несколько лет принимает препарат, который раньше и допингом не считался, а с 1 января этого года попал запрещенный список. Препарат называется Мелдронат, активное вещество Медлониум. Я получила письмо в декабре со списком лекарственных средств, запрещенных в следующем году, но я это письмо не открыла. Шарапова не первая жертва Мелдониума. С начала 2016-го его выявили у российских фигуристки и велосипедиста, и даже у наших биатлонистов, Ольги Абрамовой и Артема Тыщенко. Оля-оля, до конца! Изобретение рижского исследователя Иварса Каллинса уже несколько лет находится в списке подозрительных. Защищая сердце от чрезмерных перегрузок, здоровому человеку оно не нужно, а инфарктнику в самый раз. Больше всего мне нравится, когда люди подходят и благодарят меня. По словам Шараповой, лекарства ей прописал семейный врач. Что странно, Мелдониум в Западной Европе и США не сертифицирован. Мир спорта разделился, одни Шарапову поддерживают, другие осуждают. Сама она просит дать ей еще один шанс. Даже если Федерация тенниса и согласится, и через пару месяцев дисквалификации теннисистка вернется на корт, большой бизнес от Марии уже отказался. Просто красота, без успеха, ни корпорацию Nike, ни Porsche, ни швейцарского часовщика не интересует. После заявления о приеме допинга они разорвались с Шараповой контракты.